Вон у вас на столике. Ну раз все смотрят прямой эфир, и вот, я вам скажу. Значит, действительно, сейчас кризисная рынок испытывает огромные трудности. И всем очень тяжело, и тем, кто издает книги, и тем, кто продает книги, и тем, кто пишет книги. Но мне повезло, потому что, когда начался локдаун жесткий в начале карьеры, тут у меня пошло вдохновение, и вместо того, чтобы печальница пошла к тому, чтобы ничего нельзя, я засела на даче, и у меня пошел творческий процесс. Значит, в чем суть этой книги? Есть книга, которую Альпина Павлишес пересдала, она называется «Просто рестарт». Эта книга была написана года три назад, где рассматривались все вопросы, актуальны и сейчас. То есть, как начать жизнь сначала, каким образом не бояться перемен, в том числе и в окружающем мире в условиях хаоса, и каким образом работать со своими эмоциями так, чтобы не разрушить свой организм, и не разрушить людей вокруг. Как вы знаете, во время локдауна много семей распалось, только когда мужи стали жить долго вместе, и поняли, что это слишком большая проблема, так хоть на работу разбегать. А также о том, каким образом создавать команды творческие, потому что сегодня это важный факт для малого и среднего бизнеса, для малого бизнеса, все уходит в онлайн. А в онлайне очень важно иметь команду единомышленников, и если эта команда состоит из наемных работников, которые заинтересованы только в социальном страховании, в здравоохранении за счет компаний, в питании, как было раньше, ничего не выходит. То есть люди готовы, как в 90-х, в оперативном режиме, творить чудеса всем вместе. Вначале на энтузиазме, потом на том, что все это очень нравится, а потом приходить к деньгам. То есть время сильно поменялось, и книга оказалась актуальной. Но что я заметила за эти два года, ну и давно уже замечаю этот тренд, люди психологически становятся все тяжелее и тяжелее. стрессов, которые даже они не замечают, накапливается такое количество, что оно приходит буквально уже в качество. Формируются какие-то люди с другими поведенческими моделями, которых раньше не было. И встал вопрос, особенно у молодого поколения, у взрослых, и в топольский пенел фонга формируется, но у молодежи очень жесткого. Он стоит, где взять энергию жизни? Каким образом при всех этих неприятностях и непредсказуемости нового времени находиться в энергетически высоком состоянии? И люди пошли на поиски сами себя. Стало это очень богом, стали учиться на всех курсах, появилась куча хороших людей, которые их этому учат, плохих, никаких, нестекачественных, как всегда, есть профессионалы и есть в конечном счете те, кто занимается хайпом, используя этот тренд для того, чтобы вытащить деньги из кошельков людей. Но на профессиональном рынке наметилось главное два направления, это психотерапевты, психологи и психосоматики, которые сейчас очень востребованы, или всякие авантюристы, которые там вас соединяют с вибрациями, космосом, ставят вас на медитацию, на балки, на успех и так далее. Значит, менее продвинутые граждане рванули ко вторым, а более продвинутые начали обращаться за клипацией к первым. Но не те, не другие, и вообще большинство людей не захотели практиковать самостоятельно познание самого себя и вытаскивание из себя не только новых энергетических возможностей, но и других способностей. То есть в базе вы желали найти волшебную таблетку, учителя, гуру, звезду, экспрессенса, кого угодно, но который скажет пару всяких простых вещей, рецептов, выпишет их, человек купит это лекарство у него и дальше проглотит, и все чудо произойдет. Понятно, что никаких чудес не происходит, потом идет разочарование, но человек все глубже, глубже уходит в это бесконечное обучение. Он окапливает поверхностные знания о психологии человека. Сейчас психологов развелось на всяких сертификатах больше, чем пациентов. То есть каждый второй человек теперь с психологическим образованием, и все они ущербные, все несчастные, потому что большинство из них вануло в это область, чтобы решить свою проблему. И свою проблему они решить не смогли, но тоже пообщались за славой, за легкими деньгами в онлайне, на хайпе, чтобы решать проблему других. И в конечном счете я поняла, что-то надо менять. Понятно, что я не могу это изменить с помощью одной книги, поэтому я поменяла это с помощью онлайн-обучения. Все мои четыре уровня какоматоны, это онлайн-обучение, исключают чтение лекций. Там нет никаких лекций, нет никаких вебинаров. Я показываю очень красиво, художественно, как выполнить домашнее задание. выполняется он легко, за три минуты ты все это снимаешь на свой телефон и посылаешь нам. Но задания такие, что взрывают вас в мужестве. Они неожиданны. И они заставляют человека, вообще вначале он впадает в отык, потом ему становится интересно, он заплатил все деньги, поэтому ему надо сделать, он делает, и дальше с каждым шагом он становится все лучше, 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 лучше. И когда он выходит с этого курса, он говорит, я крутое. Я смог все это сделать. Именно поэтому я написала книгу «Рестарт 2.0». Практика, вот такой, воркшоп. Здесь маленькие, совершенно тезисы, которые собраны из всех моих книг и актуализированы, в том числе, и новыми моими знаниями. А потом идут такие домашние задания. Но в отличие от Хакаматона, то есть, это такой самостоятельный марафон, в этой книге у вас есть время, потому что там всегда сутки-двое, ты должен послать, и дальше тебя выгонят. В марафоне есть марафон, а здесь вы молчите с карандашем, с ручкой, заниматься этим, сколько угодно, когда у вас будет настроение. Но вы привыкните без всяких психологов, психотерапевтов, таблеток и поиска чудес, находить чудеса в самих себе. И когда вы это обнаружите, вы обалдетесь, то есть результат совсем не будет. Потому что главное в жизни это практика. Сколько угодно может быть идей в голове, сколько угодно можно выражать из себя крутого. Но на самом деле твой мозг начинает уважать самого тебя, только когда ты сделал результат. И этот результат ты делал самостоятельно. И, кстати, в этом плане эта книга работает по классическим правилам открытым физике, что наблюдатель меняет объект наблюдения. Если этот объект подвижный, то есть если вы в микроскоп будете смотреть на камень, ничего бы там ну если он только не совсем ушел, да, показывает совсем микромет. А если так просто навести на него, ну, камень и есть камень. Но если посмотреть на интузорию в туфетку, если вы на нее навели в микроскоп, она тоже меняет траекторию. Если вы входите в коллайдер огромный и не двигаетесь, это известный феномен написанный везде, то элементарные частицы меняют траекторию движения. А если коллайдер огромный, это человек маленький. Человек выходит и частицы опять встают на старую траекторию. То есть они за счет вибраций высокочастотных волн воспринимают вашу волну и сразу же, да, меняют свое отношение к ней. Почему я все это говорю? Что когда человек наблюдает за собой сам, за ним не наблюдает психотерапевт, за ним не наблюдает какой-то дворный учител и так далее, и никто не руководит, не гасит, тебе пас, они там недели, они смотрят, что ты не нужен, ты вышел из пещеры. То есть человек становится как вносим, он объект наблюдения, он субъект наблюдения, он наблюдает за собой, и это все написано, и написано, что же, чтобы рука была связана с левым или правым повышением. Происходит изменение. Происходит действительно, как бы сказать, трансформация личности. Считается, у меня такой характер, я такой родился, я родилась, ничего сделать нельзя. Можно. Все можно. Но для этого нужно аккуратно, если придется работать с собой. Вот это будет посвящено, эта книга, «Рестарт 2.0». Книга, «Рестарт 2.0». А у меня все. Спасибо большое. У вас есть? Да, у меня спасибо. Очень понятно. На многие вопросы, которые уже заготовили книжные эксперты, вы ответили в своем выступительном слове. Я напоминаю, что у вас тоже будет, уважаемые гости, у вас тоже будет возможность задать вопрос. Пожалуйста, думайте. Совсем скоро я пойду с микрофоном в зал, поэтому поднимайте руки, попойните руки, я подхожу с микрофоном. Ирина, у меня вот к вам такой вопрос. Сейчас очень модно и, наверное, правильно определять целевую аудиторию. Вот целевая аудитория вашей книги, она какая? Потому что я смотрю в зале, есть студенты, очень много молодежи, люди среднего возраста, есть и так называемые бэби-бумеры. На кого рассчитана книга? В большей степени. Книга рассчитана на думающих. Можно думать в 15 лет, может, именно в 20 лет, и можно не думать и в 50, и в 40 и до 100. Поэтому думающих людей статьи не так уж много. Это не те люди, которые для чего-то додумались, это те, которые хотя бы думали. Но те, которые думают, эта книга будет интереснее. Если взять мой инстаграм, хакоматон и все остальное, то моя аудитория, у меня в инстаграме вас планирует 2,4 подписчиков, миллионы, и ни один не купили в год. То есть это все живое, наработанное, причем интеллектом, наработанное, не показывать тряпку, фигуру, или еще чего-нибудь. И там моя возрастная адресная группа это 25-45, 15% это мужчин, остальные женщины, но и поедущие женщины. Потому что они хотят быть на вас похожей, наверное. Наверное, да. И когда мне, кстати, часто будет вопрос, я хочу быть вами, как это сделать? Ну, это очень просто, нужно сходить в Норд-Ост, нужно попробовать стать президентом, нужно вылечить ребенка от рака, ну, очень много чего надо пройти, поэтому вы не станете мной никогда, и не один человек не может стать другим, а вот найти самого себя и быть таким же самому себе интересным самому себе, не другим, а, конечно, самому себе и свободным, вот это уже, да, действительно интересная достиженная задача. Спасибо. А вот книга «Рестарт 2.0» есть просто «Рестарт». Эта книга дополняет предыдущую, или она идет дублем, или можно сразу же брать 2.0, если кто-то «Рестарт» не читал? Ну, все можно, понимаете, и третьих том капитала максимум можно начать читать, и читаем первую. Но, просто будет сложнее выполнять домашние задания, когда вы прочете первую, вы будете пассивными слушателями, когда вы будете читать вторую, то вы увидите, там текст маленький, а вы уже знаете намного больше, поэтому легче будет выполнять французские задания. Вообще не связано, конечно. спасибо за ответ. В своем вступительном слове вы сказали, что у нас сейчас каждый второй бизнес-тренер, коуч, медитатор, ментор и так далее. Вот, скажите, пожалуйста, как определить, как отличить импорт цыгана, как сейчас можно говорить, от настоящего тренера, который тебя может прокачать? есть ли какой-то лайфхак или универсальный алгоритм определения? Ну, самый простой способ, но он требует времени, нужно прокопать очень серьезно в интернете чего-то осик человека и что, чему он учит. Если это психотерапевт, то какие у него были случаи, практика и какие методы он использует и с какими работают пациентами, потому что настоящие хорошие психотерапевты и психиатры, они все-таки работают с зависимостью. Часть всего зависимость. И те, кто работают с психосоматикой, то есть, когда ваша психика начинает плохо связываться с вашим телом, их вообще очень мало. И проверить можно только по рекомендации. Вы в интернете ничего не откопаете, и они ничего не светятся, никаких инстаграмм не ведут, даже у них запись на полгода. И тут нужно найти людей, которые порекомендуют, причем людей не таких типа «Ой, блин, это было так круто, я офигеваю». Людей умных, продвинутых, мыслящих, похожих на вас, если они вам говорят, стоит туда пойти, тогда и тут. А так, конечно, когда поучили, кто-то чему-то учит, если он учит маркетингу, у него должны быть кейсы таким образом вывел компанию на рынок, как и вы верите, кстати, то же самое, у тебя должен быть свой бэлграунд, если он не претендует ни на что, как, например, я, я говорю, что я не психолог, не помощь, ничего, я мыслитель и практик, и я вот передаю слово, хотите, видите, хотите, нет, это во всем лучшем честности, должна быть какая-то честность, когда 20-летний, 25-летний молодой человек или девушка, которая замужем за богатым мужем, и это не ахрена делать, уже не знает, чем заняться, решает, обучает людей, каким образом им выстроить эстенциальное понимание параллельного мира, нет, я все-таки мне такую тему она и дала, я так на нее посмотрела, она и пришла учиться, думаю, господин мой, какой ужас, и ей одна большая циканская компания набрала целый зал таких же долг, понимаете, которые за это заплатили деньги, поэтому вот это все надо проверить. Спасибо, я думаю, что многие возьмут себе на заметку, а перед тем, как я сдам все еще вопрос, можно за вам небольшой интерактив, поднимите, пожалуйста, локу те, кто хоть раз ходил на какой-то курс или тренинг, один, 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 есть, хорошо, кто два раза ходил на каких-то тренингах, три раза, есть, вот, очень малая рука, у меня, Элина, мне к вам вопрос, мне нравится, потому что в книжных магазинах собираются думающие, да, а у меня вот вопрос такой, как быть тем, кто ходит от тренинга к тренингу, у кого 8 высших образований, значит, на все дополнительные он пошел и был, и у одного, второго и третьего не может остановиться, вот как быть таким, как остановиться, или как ходить, или не ходить, вот что делать с таким людям? С ними ничего нельзя сделать, первое, потому что они уже занесли на это как на кодеке, и второе, за это все кто-то платит, и будет продолжаться до тех пор, пока тот, кто платит, не перестанет это все окончить, тогда человек пойдет работать. А как бы понять, что стоп, мне хватит, я достаточно прокачался для того, чтобы шагнуть на следующий уровень и идти дальше. Никак. Нужно дойти до отчаяния. Отчаяния, когда тебе никто не помогает. Человек не хочет выходить из таких зубкомфорта. Ему нужно, чтобы этот комфорт стал дискомфортным. Как бы хреново он снова скачает. Никак нельзя сделать. Это все равно, что человек любит сосиски. И сам при этом, если с утра до вечера а у него желудок здоровый и он крутой. И как вы будете его отговаривать на сосиске? Вот когда у него начнется какой-то гастрит, холит или еще что-нибудь и вес попривет вообще во все стороны, и он пристанет нравиться противоположному поводу, то он пристанет жалеть сосиски. Вот и все. Но вы же помните, как в том они были, печенье было отравлено. Да, но люди так понимают, как это уже поздно. Поэтому я никогда не тешу надежды, что можно чему-то научить человеку, который сам чего-то не хочет. Если он хочет волшебную таблетку, то ему можно душать сколько угодно, что если нет. Все равно он ее будет искать. В нашем зале люди, которые пришли, они вот мотивированы, они уже, видимо, думают, что в своей жизни что-то нужно менять. Большая часть людей не мотивирована. И, например, начать поднять там одну меску из дивана или вот купить книгу для того, чтобы начать меняться, многим очень сложно. Есть ли какая-то универсальная таблетка для того, чтобы волшебный петель как заставить человека изменить свою жизнь? Не надо ее менять сразу и все. Это рискованно. Нужен восточный путь, это мой путь, менять потихоньку, так, чтобы это у вас нет разницы. Ну, например, если вы никогда не ездили по городу на велосипеде, в воскресенье взять и проехать. Если вы сто лет не ходили на каток и умеете кататься, клюнуть на все и даже одному взять коньки и пойти покататься. Или вы мечтаете, например, научиться, как я, в 55 лет и захотела кататься на мотоцикле, не умея кататься на велосипеде. Ну, то есть, умея, но плохо. И не умея на коньках. Ну, и что, я позвонила и записалась на курсы. Это был шаг легкий. Всего лишь записаться, вы еще даже ничего не заплатили. Но когда вы делаете этот шаг, дальше вы возникаете желание. Глебеевна, у меня же там в авторе и 4 часа урока. И выйдет. А потом второй шаг, потом тридцать. Так постепенно, до него того, что вы перестанете бояться и постепенно и жизнь. Жизнь состоит из маленьких кусочков, из каждого дня. Это тень. Если сделать счастливым, это принять что-то неожиданное. То, к чему вы не привыкли. Потому что вот этот вот график свой, как-то на ушах. Нельзя быть роботом машины, которая за день в день потеряет одну кожу. Даже если вы на работу должны пойдете в статистическую работу, вы же можете устроиться для нестандартной ночи. Для нестандартной ночи. Не обязательно сессии. А просто сделать то, что врачи не было. Взяли и посмотрели фильм какой-то, который совсем врачи не смотрели, но кто-то посоветил. Может быть, даже дети. Я недавно на телевизор посмотрела фильм и проглотила его. Я так и не стала. Сумож, смотри. А думаю, фиксинг потом и спросим. Вот это парфюм. Там с Южгинцев парфюмер используется, но это сериал «Метфикс». Ну, просто вообще мобродный. Ну, такой молодежный, но прям такая жесть. и без всякого хоррора психологическая жизнь. Я люблю такие, да. В общем, ребят, ищите увлечения, какие-то приколы и хулиганцы. Главное это хулиганцы в любом возрасте. Оставайтесь с детьми. вас должен остаться ребенок. Если вы его покинули, то попробуйте его опять разбудиться. И поделачам дайте ему свободу. Все равно жизнь коротка. И неизвестно, с этой короной, кто из нас завтра будет жить. Поэтому у нас что, ловите кайф? Чтобы не один день даже самой маленькой мелочи не был похож на предыдущий. И тогда вы почувствуете, как время начинает растягиваться. Время изменяется. Придумал и развел в рамках и взял. На самом деле все зависит от человека. может время стянуть вновь. Что можно с ним делать? Это большое чудо. Понятие начинает дать. Но вообще сейчас говорят, что время не стали короче. Раньше были длиннее. Моя бабушка говорит, раньше был день длиннее, чем сейчас. В России сапфон был более сладкий. То есть время не можно управлять. Это факт. Смотрите, если вы встали, вам нужно в 9 часов выйти из дома. Предположим, у вас нет детей. Пара муж и жена. Не важно какого пола. во сколько вы встанете в среднем? В 9 надо выйти из дома. В 7 30 наверное люди встанут, если в 9 не встанут. Не плачет. Зачем? Поняла. Старались, сделали зарядку. Про кого? Про идеального? себя. В среднем мужчина встанет пол в 9 но женщина может быть 8 потому что она красится. А так пол девятого мужчина пол девятого а можно встать по восьмому и 40 минут придумать ритуал который вам хватит. вы утром должны потянуться или пошивырять гандрели или девушке принять йоговское солнце доброе утром да потом вы узлы праг включить потом например я люблю выпить теплую воду с куском лимона которая заваривала на ночь заранее кипятком и пить теплую медленно и спокойно в чашку это спасает от всего то есть это и завтрак и одновременно стимулирование печенью чтобы она так сильно набрасывала и смазывание желудка чтобы кофе не осталось но я курящая поэтому я люблю следить за второе но одновременно не увредить дело выступательное начале я отдаю здоровью прослойку а потом спокойно начинаю сижу и курю сигарету медленно и включаю подрячую такую интеллектронную музыку ну то что меня называют иногда королевой рэба потому что я хожу на все вечеринные самые крутые когда я хожу на музыку я знаю все ночные клубы Москвы знаю многие диджеев они знают меня я очень люблю и сама ее крыльцами я включаю ну что вы не правильно потом целый день вы его будете чувствовать а когда вы вскочили полетели прибежали потом вскочили полетели обратно потом туда потом сюда потом в телефоне у меня у меня тоже бывают такие моменты ну как я делаю меня замочили все я вот сижу 40 минут в телефоне у меня уже вот так вот все кому-то ответь это ему переслать туда сказать это-то-то-то-то-то-то-то-то и через 40 минут я делаю паузу дальше все я откладываю в сторону и даже не работаю должна быть пауза хотя бы минут 15 вы должны просто расслабиться или послушать музыку или подойти как мог посмотреть на небо ну вообще понимаете и так время начинает расстрелиться если вы этого не будете делать то у вас каждый день будет прилетать как быстрее чем было в новости и вы будете считать что жизнь кончается спасибо за ответ то есть это манипулирование самим собой нужно научиться не людьми манипулировать не над людьми а над собой надо свой мозг обманывать он тащит привычки а вы ему чуть-чуть и так тридер разворачиваете туда-чуть выходить спасибо финальный вопрос про книгу я перехожу к нашим гостям Ирина целая глава посвящена интуиции вашей книге вопрос такой каждый ли может развить интуицию или это что-то что дано свыше шестое чувство и какой-нибудь один маленький лайфхак упражнение таблеточки таблеточки да ну каждый может развить деловую интуицию интуицию инстинктивную такую подсознательную нет у одних есть у других нет я не знаю как ее развивать но деловую можно для этого нужно понимать ее источник источник инсайта не логика и не опыт инсайт интуитивное решение никак не связано с вашим опытом в прошлом до сегодняшней минуты никак не связано с логикой ни с какими причинно-следственными следствия вывод следующий чтобы найти интуитивное решение надо дать задание голове мозгу это лайфхак даете задание в этой книге практикум все это есть после этого отключаете сознание опыт и логику убираете а с помощью воображения пропихиваете этот запрос в подсознание как нужен проводник а проводником является искусство вы должны уйти во все что угодно в области искусства сидя дома это может быть и музыка и литература художественная и кинематограф и живопись что угодно что вам сносит крышу так что вы просто сливаетесь с видением автора вы забываете кто вы есть я же мне повезло я киноман ну как повезло я это развивала в себе даже когда была политиком я обожала кино я киноман с детства я обожаю художественную литературу научилась художественной литературы всему я не прочитала в своей жизни полностью ни одной философской книги и ни одной бизнес книги когда они появились ни одной я читаю только художественную литературу но забираю оттуда столько люди привыкли что художка есть художка а вот здесь вот советы нифига на самом деле наш мозг работает одновременно и воображением и логикой и всем и искусство творчество другого если оно талантливое оно вам дает вот это единство работы всех нейронных связей и тогда работает все то есть вам нужно улететь потом лечь спать и забыть об этой истории решение придет когда не знаю может быть ночью может быть на следующий день по ассоциации с чем-нибудь если вы смотрели фильм игра в имитацию то гений который реальный герой вообще был в этой в жизни который изобрел первый право с компьютера он почти решил задачу а дальше не смог и за счет ассоциации выйдя в общение с людьми его мозг поймал как принять какое решение оно будет совсем не связанным что вы увидели или услышали от других людей но каким-то сложным образом информационным вибрационным космическим подтолкнет вас к решению так я принимала все свои решения ключевые в жизни все спасибо но помимо того что вы киноман вы еще и киноактриса мы помним по книге Лугьяненко не-не-не все это ужасно было но это не важно поехали давайте переходим к вопросам да пожалуйста сейчас секунду микрофон передаю коль уж тогда зашла речь и мы сегодня все время говорим о волшебной таблетке есть ли автор или книга к которой вы постоянно возвращаетесь и она вам дает вот эти ответы и вдохновение и может быть что-то из последнего что из художественной литературы читаете жутко вам понравилось и нам порекомендуете спасибо ну Пелевин непобедимое солнце это не последний роман а предыдущий но прямо вообще вначале идет тяжело а потом Пелевин на себя не похож там уже как-то пошла художественная литература посерьезнее а это последнее а к чему я возвращаюсь всегда это Герман Гесс игра в бисер и ситхар спасибо следующий вопрос пожалуйста Ирина здравствуйте меня зовут Илья в первую очередь хотел сказать вам большое спасибо за ваши труды за ваше творчество книги как Мадонны марафоны и так далее и так далее а вопрос у меня касающийся образования мы 11 лет учимся в школе потом идем в институт 4-5-6 лет и сегодня мы затрагивали тему как прохождение курсов и мастер-классов не считаете ли вы что когда мы поступаем оканчиваем уже институт да вот эти знания навыки они уже устаревают да законы языки и так далее не проще ли пойти сразу на курсы полгода год обучиться да получить какой-то навык и пойти зарабатывать деньги спасибо если у вас к этому есть способности то конечно если вы хотите самостоятельно зарабатывать а если хотите идти по найму то вам все нужна бумажка это номер 1 или выкини да вы сами там с 12 лет как я знаю одного парня он зарабатывал деньги а в 18 лет без денег поехал добрался на перекладных до Африки и там организовал бизнес с наемной силой там получает один доллар в месяц но это нужно иметь такую охватку если ее нет то лучше все-таки образование но какое прикладное вы абсолютно правы неэффективное а фундаментальное очень если вы получили фундаментальное образование как в естественных науках так и в гуманитарных фундаментальное философия история филология биология математика физика вы видите картину мира в целом а когда вот эти короткие курсы вы не видите картинку в целом а значит вы не можете предсказать что будет дальше а сегодня без этого видения спиной чувствуете ничего не выйдет то есть узкая специализация на каком-то кусочке ничего не дает чтобы быть долго успешным в глобальном мире каждый даже маленький бизнес даже если вы просто повар в ресторане вы должны видеть тренды вы должны чувствовать людей рынок и так далее в общем эту привычку анализировать и чувствовать большие системы дает фундаментальное образование неважно это естественные науки и документарии а вот если вы учитесь на бухгалтерах туда-сюда 5-е-20-е кто там рекламщики эти ну что у нас еще есть практическое чему еще учат управление да-да-да-да вот это все практика знаете можно выучиться на менеджменте бей закончить только никакого а если вы читаете художественную литературу учитесь коммуникации и понимаете как общаться с людьми изучаете психотипы и можете это реально реализовать каждую секунду и со своими друзьями и с новыми знакомыми знакомитесь в одну секунду в любом месте и можете разговаривать кого угодно то все для этого не надо 5 лет ничего учиться все правильно спасибо большое за это да перед тем как мы перейдем к следующему вопросу уважаемые гости я вижу что у некоторых маски сползли давайте поправим их маски должны плотно закрывать нос и рот это важные условия проведения нашей презентации пожалуйста ваш вопрос здравствуйте здравствуйте что вы сказали что вы сказали это только в россии в снг или скажем так во всех развалищихся ну то есть нет это во всем мире новое поколение оно другое но совсем другое о каких стрессовых факторах вы говорите эти трещины ну стрессовый фактор это непредсказуемость это эпоха хаоса они привыкли в ней жить и второе он не стрессовый а привычный но это все-таки жизнь в онлайне но онлайн привел к тому что он наступила эпоха непредсказуемости потому что прогресс в области IT технологий бесконечен и он уже носит не прогрессивный не эволюционный характер а революционный то есть каждый день происходит маленькая качественная революция она меняет все и поэтому все должно быть быстро продукт устаревает быстро спрос на рынке меняется непредсказуемо и тоже быстро и это поколение которое сегодня там от 14 до 20 лет у него совершенно в этих условиях другие мотивации оно тоже хочет жить хорошо и быстро оно не хочет ничего накапливать не хочет покупать вкалывать и найти там деньги потом накопить чтобы купить квартиру и машину они понимают что все это скоро вообще никому не будет нужно поэтому они хотят профессиональной реализации делать только то что им очень нравится и за это получать деньги готовы рисковать и ничего не получать лишь бы только делать то что нравится пока родители кормят и второе им очень важно получать удовольствие от жизни им нужны впечатления поэтому вместо того чтобы покупать машину они рванут на край земли куда-нибудь на Бюнинмен только чтобы понять что там происходит понимаете и заплатят за это все какие можно деньги и это совсем другое поколение и для них главная проблема это проблема коммуникации потому что они все сидят в онлайне они быстро работают своими пальчиками и как только они сталкиваются с реальной ситуацией когда например они начали стартап его дальше надо развивать к ним пришли инвесторы эти инвесторы их раскладывают в одну секунду и забирают у них бизнес потому что они ничего не понимают в людях они не знают как вести переговоры у них вообще с этим все хреново то есть у этого поколения есть огромные плюсы и очень много пробелов из-за того что они вообще забыли что такое художественная литература то есть они уже чатятся они читают только короткие тексты в общем там есть и то и другое но мне они нравятся почему? потому что они все любят кайфовать от жизни и хотят самореализации это то что люблю я я всегда хотела тоже самореализации и очень люблю кайфовать от жизни поэтому мне с ними легко а вот своими ровесниками мне уже сложно они меня не понимают они считают что я или моложусь или подделываюсь под молодежь они не понимают что такое делать то что ты хочешь и ловить кайф они все время сравнивают с какими-то стандартами а новое поколение ничего не сравнивает они просто живут как хотят и этим они мне нравятся спасибо большое можно вот вопрос к поколениям в продолжении вы знаете да есть теория поколений что все там люди делятся на бэби-бумеров иксов, игреков, зетов и так далее вот вы пишете в своих книгах о лидерстве о работе в команде и говорят что молодые это вот зеты очень им очень сложно работать в команде да вы считаете так ли это и есть ли какие-то универсальные может быть там механизмы которые могут развить в молодежи такие вещи им очень сложно работать в команде потому что они вообще индивидуалисты рожденные интернет поэтому для того чтобы научить их работать в команде первое нужен взрослый сегодня роли лидера не в том чтобы давать стратегические задачи их никто не знает потому что никто не знает что случится завтра а в том чтобы создавать такую атмосферу и научить их так между собой коммуницировать горизонтально чтобы они сами рождали идею что будет завтра но для этого нужны люди которые каждый гений в своей специальности но не может решить проблему один они вынуждены общаться друг с другом то есть это не команды в рамках одной профессии это как раз разные профессии то есть маркетолог постановщик задач программист рекламщик бухгалтер финансовый директор все работают в виде одной команды и вот лидер нужен для этого чтобы их обучить и как бы показать им вот эту энергию когда они вместе рождают все сами чтобы их обучить нужен кодекс кодекс коммуникации нужно их значит мучить и следить не сидеть рядом а быть спрятанным и следить как они общаются и потом поправлять их ошибки то есть первое нельзя разрешать в команде отвечать на выступление другого ты не прав я с тобой не согласен с этих слов нельзя начинать это значит вычеркивается то есть надо подчеркнуть что хорошего было сделано реально по честному и только после этого сказать ну вот тут может быть можно по другому вот этого никто в России не умеет вообще не умеет у нас прям ты не прав нет не согласен это вот это эго загубленное как бы в обществе заданное в рабство проявляется в индивидуальной коммуникации каждый из себя изображает крутого забывая о культуре и так далее второе что нельзя делать это нельзя заниматься теневым лидерством убирать другого только потому что подсознательно хочу показать что я самый умный самый крутой то есть вот этому все взрослые обучают и потом постепенно возникают вот такие горизонтальные команды которые связаны с новыми системами управления где необходимо творчество креатив и где хотят создать компанию настолько гибкую что она прилаживается к изменению ситуации то есть сейчас компании должны быть очень гибкими монстры они живут своей жизнью и там как бы все по-другому хрят с ними а вот если вы делаете что-то свое или в интернете нужно прекрасно понимать что вы ничего не сможете планировать и предсказывать ситуация будет меняться ваш продукт должен меняться и люди будут меняться в этих командах текучка кадров это хорошо поэтому сегодня легко молодежь уходит и приходит уходит и приходит потому что сегодня вот это востребовано а завтра уже этот человек не востребован потому что он все-таки хочет правил да он не хочет создавать и тогда его убирать то есть вообще все поменялось это нужно воспринимать легко почему ну извините меня в 19 веке тоже все было по-другому поэтому никто же не обещал пресловутой стабильности это все идеологические идеологическая чушь на самом деле стабильности не бывает просто мир иногда развивается помедленнее иногда очень быстро сейчас начинает меняться очень быстро и этому конца нет дальше будет только быстрее быстрее неважно плохо или хорошо и для того чтобы быть счастливым и спокойным в этих условиях эффективным и успешным нужно обменяться с этим временем время непредсказуемое и вы непредсказуемые что ты будешь делать завтра не знаю когда ты появишься новый год не знаю как вот тюх стоимость ложится где-то появится какие твои планы на будущее не знаю пока мне хорошо вы станете адекватным этого времени а как только вы будете ему адекватны вы начнете его чувствовать и у вас поплывет информация что делать дальше вы начнете отверять себе и это не гипноз и не демагогия это реально работает можете проверить еще есть вопросы спасибо большое Ирина вот девушка с микрофоном добрый день меня зовут Марина тоже хочу сказать спасибо за то что вы сегодня тут за ваше творчество и у меня следующий вопрос можно ли стать человеком которым ты мечтаешь стать или все-таки нужно родиться определенным талантом или все-таки можно какие-то навыки на его работать в себе вы уже знаете надея наверное скорее всего боюсь себе признаться в этом ответить ну так конечно можно вы можете стать кем угодно даже летчиком у меня была здесь знакомая ему было 58 лет он мечтал быть космонавтом работал в администрации президента у Ельцина встал вошел в отряд космонавт написал потом получил удовольствие 10 лет он пропах все можно пожалуйста скучная не настолько сильная поэтому вы все боитесь признаться значит пока не припекло когда человека припекает он ничего не боится он понимает или он начинает это делать или он сдохнет от скуки а ловить кайф от жизни это ваш долг потому что больше о жизни никакого другого смысла нет у меня муж умер 3 месяца назад это когда умирает близкий человек с которым ты живешь 25 лет ты понимаешь боже мой какая херня вообще все столько было планов туда-сюда вот это пум и все давайте реализуйте свою мечту и перестаньте сомневаться провалитесь эффект с ним это интересно спасибо большое следующий вопрос добрый вечер Ирина у меня два вопроса первый потребность лидерства для мужчин и женщин она аналогична да нет лидерство это не корпоративная модель лидерство это когда вы несете ответственность за свою жизнь поэтому она абсолютно аналогична лидер это человек который решил что его жизнь счастливая это его личный проект и он рискует и несет ответственность за него ни муж ни жена ни страна ни политики никто он сам потому что жизнь принадлежит ему когда он умрет он никому нахрен не нужен он даже не нужен раньше когда заболеет спасибо и второй вопрос вот насколько я знаю в вопросе брака для вас приемлемы такие понятия как свободные отношения и финансовая независимость каждый день это не актуально у меня браку уже нет я вдова ну в целом как теоретическая выкладка вот просто если эти концепции для вас еще живы в чем тогда смысл свободный брак это не теория понимаете это не теория это практика мужчины полигамны они все равно гуляют вы можете сколько угодно говорить им о крутых смыслах но они все равно гуляют они будут вам изменять или вы создаете брак которым он может спокойно изменять но любить вас или вы расходитесь вот вся история а что принципиально тогда в браке мужчины и женщины могут дать друг другу в современных условиях то же самое что и всегда душевность любовь опеку заботу нежности сложно представить как это уживается с вопросом свободных отношений я не поняла немного но я попробую поймете искал практика главная спасибо я предлагаю три последних вопроса мы перейдем к очень приятной части это автограф сессии вижу ваши руки да Ирина очень рада вас видеть а здесь и сейчас спасибо большое хочу выразить свою симпатию но вопрос есть хотела спросить по поводу героя нашего времени в этого прекрасного времени хаоса времени не знаю как пойдет как настроение будет все же герой он как бы мне кажется нужен что вы можете сказать в этом поводу спасибо он есть какой он Илон Маск ну я с ним не знаком я тоже мы тоже сегодня были знаком знаком вы героя ну да как человек очень очевидно а кого вы знаете не знаю никого герой эпохи это не тот который знаком это тот кем хочешь быть еще есть вопрос да здравствуйте меня зовут Полина я ученица первого курса института первой академии медиа Ремни Плеханова и хотелось бы воспользоваться случаем и пригласить вас к нам на мастер-класс вот теперь к вопросу ваши подписчики вам доверяют как эксперты и наверняка много слов благодарности за ваши курсы мастер-классы и положительных отзывов есть ли какие-то негативные возможно хитерские высказывания по поводу ваших продуктов книг и как вы реабируете на это и как следует реагировать на вот такие высказывания ну конечно есть ну хейтеры всегда вычислить легко ну во-первых высказывания все примитивные и касаются или пола или возраста или еще дальше не идет потому что они не читают книг и чтобы тонко раскритиковать книгу нужно же ее прочитать поэтому ничего не выходит я отношусь равнодушно меня преследует как любого известного человека эта история еще там с политикой ну сколько там лет 30 я просто баню или смахиваю и все и тут же не помню меня чуть не трогает слушай чему я могу научить людей если меня будет выбешивать какой-то хейтер который просто или диванные мизантропы или за деньги просто занимается этой работой ну это смешно интернет весь это у любой медали есть светлая и темная сторона интернет дает свободу уничтожает границы но он также дает свободу каждому человеку выливать кучу помоев которые он в себе сдерживает в реальном общении ну нормально еще есть вопрос все так же есть есть еще вот финальный вопрос девушка там же рядом здесь добрый вечер сейчас еще время когда все друг на друга обижаются в публичном поле постоянно вот эти скандалы с чем связан этот феномен вот вы говорите нести ответственность за свою жизнь а в итоге вот что мы видим слабость 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 все мы люди кто-то кого-то обидел обиды это очень сильная эмоция если обидели публично то человек отвечает не обучен то есть если бы он прочитал все мои книги он бы не отвечал и публично скандалов не устраивает потому что мудрость и счастье требуют тишины когда человек самодостаточный он не реагирует ни на что когда у него внутри нет своей планеты тогда он весь ранимый весь ранимый он собирает все вокруг негативное что только можно уничтожает свою жизнь нервы и время поэтому я и за то чтобы как бы человек начинал формировать параллельный мир внутри себя без этого никак нельзя зависеть полностью от социума потому что социум это как Юнг писал коллективное бессознательное он может вас уничтожить и даже не заметить поэтому его надо использовать принимать все понятно но человеческая жизнь общество любит и любит только вам все спасибо спасибо огромное давайте подарю аплодисменты мы вас благодарим за ответы перед тем как мы перейдем к автографсессии вот у нас еще для вас подарок от издательства аплодисменты уважаемые гости перед тем как мы перейдем к автографсессии позвольте напомнить вам правила у каждого из вас кто купил книгу есть жетоны с порядковым номером я называю номер вы подходите мы передаем книгу автору и вы ее получаете обратно